Всем привет, с вами InformTV. Одно из самых добрых новогодних сказок «12 месяцев мы помним с детства». В 1972-м режиссер Анатолий Гранник снял по ней фильм «Сказку». Одну из самых главных ролей в нем исполнила Наталья Попова. После премьеры на улицах ее не узнавали. Задорная юная брюнетка была не слишком похожа на свою героиню, застенчивую и робкую падчерицу. Известность к актрисе пришла после фильма «Врача вызывали», в котором Наталья исполнила роль Кати Лузиной. Почему Наталья в 90-х уехала из страны и почти не снимается в кино? Как сложилась судьба актрисы? Об этом в нашем видео. На первой совместной репетиции «12 месяцев» Наташа особенно внимательно следила за работой Андрея Босова, исполняющего роль Апреля. И вдруг она с удивлением поняла, что этот розовощекий парень ей симпатичен. Артист балета Кировского театра на Наталью тоже обратил внимание. Но девушка опасалась, что увидев ее без грима и светлого парика, Андрей в ней разочаруется. В последний день съемок она решилась и вошла в автобус, развозивший артистов в своем естественном виде. Она тут же увидела, как глаза Андрея вспыхнули. Именно так актриса характеризует свою жизнь, начиная с 1974 года, когда она стала женой Андрея. Спустя три года у них родился сын Илья. Уже на следующий месяц она вышла на сцену. В этот же год вышел в прокат фильм «Врача вызывали», в котором Наталья исполнила главную роль. В 1975 актриса перешла в Левенградский театр имени Ленинского комсомола. Наталья мечтала сыграть в «Чайке» Нину Заречную. Ее мечта осуществилась не сразу. Тем не менее, Наташа была счастлива. У нее была любимая работа, ее окружали родные и дорогие ей люди. Получив аттестат, сын Натальи и Андрея поступил в Фарментонский университет. Супруг завершил выступление в Кировском театре. Его пригласили возглавить в Ватервилле Центр искусств. Любимые мужчины и актрисы постоянно жили в штате Мэн. А Наталья еще в течение нескольких лет жила на две страны – то США, то России. Она все еще не решалась оставить родной Санкт-Петербург. В 1997 она на три года переехала в США, но разлуку с Питером пережить не смогла. Все-таки вернулась. После возвращения стала вновь выходить на сцену. А в 2014 и супруг окончательно вернулся в Питер. Он сегодня преподает в консерватории и пединституте. Сын живет и работает в США. Сейчас Наталья Ивановна преподает актерское мастерство и пишет пьесы. В кино снимается редко и только в том случае, если ее очень сильно заинтересует сценарий. Актриса часто повторяет, что она благодарна той доброй сказке, с которой началась не только ее успешная карьера, но и зародилась семья, в которой она счастлива. А вам нравится Наталья? Какие роли у вас самые любимые? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Удачи!